это видео записывается накануне 2020 года сейчас декабрь месяц зима расскажу вам как выглядит мой чек-лист планирования что я делаю вот сейчас именно да то есть и как идет планирование в течение вообще года чек-лист выглядит следующим образом первым действием что мы делаем с наталья с моей супругой мы прописываем достижения прошедшего года то есть вот мы прям садимся для этого у нас есть вот такой вот блокнотик в свое время его подарил мой друг очень хороший с хорошей качественной бумагой и вот здесь мы прописываем этот вот этот блокнот конкретно я веду с 2013 года вначале мы прописываем итоги прошедшего года то есть все наши достижения то есть дальше втором вторым действием мы сюда же в блокнот прописываем наши задачи короткие цели но такие краткосрочные цели и задачи идеи вообще что мы хотим реализовать в новом году в двадцатом году сейчас наша задача прописывать сто пунктов вот если посмотреть вот например да наши прописанные цели и задачи сейчас я вам покажу на девятнадцатый год для которых были прописаны вот они наши цели и задачи на девятнадцатый год они начинаются с пункта 100 99 98 то есть мы обязательно пишем по убывающим потому что допишу по убывающей то есть ты логично стремишься то есть но к завершению то есть мозг работает как быстрее дописать до единички то есть 199 98 97 и так далее так далее вот если вы посмотрите мы вот сейчас уже начали писать наши цели и задачи на двадцатый год вот если я беру ну вот так вот назад прописано до 69 пункта то есть от убывающим не еще нужно сколько 68 до 68 67 и так далее вот с каждым годом все труднее и труднее потому что но очень много цель цели из категории что мы хотим иметь уже реализовано но появляется очень много списке задач из категории что мы хотим сделать какими хотим стать личностями но вот такой формат целей и так дальше значит первое мы прописали достижения девятнадцатого года прошедшего второе прописали 100 целей задач на новый год следующий этап мы выделяем одну главную цель на новый год вот это наша главная цель я ее конечно озвучивать вам не буду то есть это наша личная цель но все партнеры нашей команды знают эту цель то есть на всех командных мероприятиях мы ее озвучиваем дальше четвертая задача что мы делаем мы ревизируем наше ближнее окружение вот как бы это не звучало может быть жестко да с какой-то стороны то есть мы прям выписываем себе кто люди нашего ближнего окружения с кем мы общаемся кто эти люди то есть насколько мы для них интересные насколько они для нас интересны как бы это грубо не изучала но мы умеем дружить но мы умеем и расставаться то есть если люди не хотят развиваться дальше двигаться дальше то мы ограничиваем общение следующий этап у нас составляем детальный план на следующие 12 недель но или квартал да мы называем то есть 12 недель это получается квартал но у нас в oriflame отчеты идут трехнедельными периодами потому что у нас каталог длится три недели и мы составляем план на следующие 12 недель или по-другому на 4 каталожных периодов мы используем вот такие планировщики вот у меня вот есть они это прошедшие планировщики видите да вот они трехнедельные здесь мы прописываем свои основные задачи то есть тут не прямо детально детально тут самое главное что мы должны сделать в какие дни там поездки какие-то то есть такие крупные события мероприятия командные с компания oriflame в частности дальше после этого у нас составляется детальный план на ближайшие три недели то есть в начале 12 недель спланировали потом планируем детально три недели после этого уже выделяется план на неделю то есть план на неделю у нас прописывается в ежедневнике то есть вот он ежедневный который использую то есть и вот здесь прописывается план на неделю вперед он уже более детализированной ну и само собой накануне каждого дня я прописываю что то есть план на следующий день то есть получается уже его более детально дело но часто показывала это хотя может быть вы и не видели моя любимая штука это метод будильников вот если здесь посмотреть что такое метод будильников у меня в ежедневнике написано в 14 30 позвонить галине то есть у меня раньше была частенько такая штука записал в ежедневник не знаю как у вас а потом забыл вообще про это и вечером смотришь думаешь господи обещал за человека позвонить а ты ему не позвонил а у меня смотрите что сработает 14 30 зазвенит будильник буквально осталось пять минут сейчас мы вот как раз пишем да через пять минут зазвонит будильник все я загляну в ежедневник и я знаю что мне нужно сделать если я ухожу из дома без ежедневника я делаю фотографию странички ежедневника ставлю будильники и все и мне не надо в голове держать как бы не забыть в 1450 у меня стоит будильник почему потому что в 1500 у меня прямой эфир в закрытом аккаунте для нашей ключевой команды все 1450 он зазвонит я заглянул так через 10 минут прямой эфир вот очень удобная штука дальше значит план на неделю на день я рассказал вам и есть еще одна важность что надо спланировать мы обязательно планируем веселье мы так это называем веселье это означает что это важно ребят важно веселиться жизнь не должна быть только построена знаете вокруг там серьезных серьезностей важных важностей успешных успехов ну и так далее так далее то есть да может быть мы с наташа не так это демонстрируем когда-то может быть придет время и мы будем там углов тип ток да то есть там эти веселухи хотя я пока себе плохо представляю эдуарда васильева то есть демонстрирующего там что-то в тик ток ну не зарекайся говорят мы обязательно планируем наше веселье как мы будем отдыхать как мы будем расслабляться ну и так далее так далее вот и что-то мне денис подсказывает но это пускай будет видео что-то не подсказывает а это мы вот следующем видео покажем инстаграм посты давайте договоримся хорошо то есть кстати кому интересно я не знаю как это видео выйдет раньше или позже но ты сейчас все это будешь монтировать вот здесь можно посмотреть то есть как на данный момент пока я планирую инстаграм посты каким образом это происходит хорошо в общем уверен что для кого-то из вас это было полезно кому было полезно пишите пожалуйста комментарии что было для вас полезно что было для вас интересно может быть вы поделитесь каким-то своим лайфхаком да то есть как вы благодаря планированию облегчаете себе жизнь завершение скажу одну единственную вещь правильный план облегчает жизнь а если ваш план вам усложняет жизнь или вы составляете такой план знаете какой я называю сложный план это когда человек прописывает так с 8 до 9 вот это с 9 до 10 это с 10 до 11 вот это с 11 до 12 вот это ребята если что-то у вас пойдет не по плану вы испытаете такой стресс нафиг так что запомните план еще раз повторюсь должен облегчать вам жизнь у каждого будет своя статистика стилистика планирования в общем давайте обменяемся опытом поменяемся идеями как знаете да поменялись яблоками у каждого по яблоку поменялись идеями у каждого еще плюс одна идея так что я за то чтобы обмениваться кому было полезно еще раз поставьте лайк напишите комментарии вам не сложно а мне приятно и и и и и Продолжение следует...